На центральном стадионе имени Ленина дан старт решающему матчу. На поле два сильнейших противника. Лискинский локомотив и футбольный клуб Орел. Локомотив сейчас действующий обладатель трофея. Но если нашим ребятам удастся победить, то Орлы отправятся на новый профессиональный уровень. Сегодня нашим парням очень нужна поддержка, потому время для начала матча выбрано позднее, в 18.30. Ну а для тех, кто не успевает доехать до поля после учебы или работы, команда в своих социальных сетях подготовила заявление на отгул с просьбой отпросить болельщика пораньше на футбол. Следить за важным матчем можно было не только на стадионе. Первый областной на протяжении всего сезона вел прямые трансляции. Для наших телеоператоров это в новинку. При ведении трансляции обычных у тебя все статичное в большей степени, в большей мере. А тут все-таки нужно следить за игрой, следить за мячом, следить за реакцией игроков и показывать это зрителям. Помимо нового опыта, это еще и яркие эмоции. Весь коллектив первообластного стал настоящим фанатом футбола. Следить за нашей командой очень интересно, особенно во время трансляции. Тем более, как они сейчас играют, это бесподобно. Кто, например, под 11 номером? 11 – это Евгений Рогуткин. И хотя вечер выдался по-осеннему холодным, на трибунах было жарко. Андрей Погосян наблюдал за высокой температурой поддержки наших ребят. На трибунах нашей команды бушует настоящий ураган. Ни один из болельщиков в Орловской команде не сидит. Каждый из них болеет за наших стоей. Примерно с такой громкостью они празднуют наш первый гол. Да, в начале первого тайма команды искали слабые места противника и играли аккуратно. Но в середине наша команда открыла счет. Места ловить Арагулькин. Один на один убегает и открывает счет сегодняшнего противостояния. И для болельщиков это был хороший знак. Нам приехал очень сильный клуб, хороший соперник. Мы им уже проигрывали в этом сезоне в Орле. И будет очень тяжело. Но пока что все более-менее нормально. Я давно забыл, что футболисты в Орла так играет хорошо, как сейчас играет в этом году. Наши уже получили выигрывать. Начинают выигрывать, как сказать. Уже один балл есть? Дальше больше? И порой опасные моменты на поле моментально переключали внимание на трибунах. Будем ждать только победы и кубок. Да. Спасибо большое. Победа будет за нами. Пошли! 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 А на поле было на что посмотреть. После ответного гола от локомотива счет сравняли. И наши перешли в настоящую бомбардировку ворот противника. Пошли! В итоге 4-1 в пользу нашей команды. Главный футбольный артиллерист, 11 номер Евгений Рагулькин. За победой нашей команды с трибун наблюдало около 10 тысяч человек. И вот свисток судей и окончательная победа наших ребят. На зеленой сцене ФК «Орел» получает Кубок Союза Федерации Футбола. Спасибо вам всем за поддержку. За моё большое спасибо, хочу сказать, нашим ребятам. Вы за год сотворили чудо в нашем футбольном мире. Губернатор области отметил следующий матч не за горами. И действительно, в это воскресенье состоится решающая для нашей команды игра с «Металлург Осколом» за первенство в турнирной таблице. Это будет последний домашний матч нашей команды. Следить и транслировать игру будут Андрей Погосян, Стефанья Басарева, Александр Савенков, Валентин Худокормов и весь телеканал «Первый областной». Меркуриев!